На исходе дня, уже в сумерках, вокзал вдруг пришел в движение. Разнесся слух, что будет поезд на Москву. Позавчера под Иваченковым местные остановили и ограбили скорой, вынув рельсу. Поломка небольшая, но чинить было некому. Профсоюз ремонтников митинговал. И вдруг поезд. Откуда-то стало известно, что Московский пойдет по объездной ветке Сергеевского завода. И что состав подадут на третий. Туда все и кинулись, подхватив узлы, чемоданы, детишек. Самарский вокзал, один из лучших в империи, за год, миновавший после ее бесславной кончины, опустился, словно барон из пьесы пролетарского писателя Горького. Оборвался, ободрался, достиг дна. Топить перестали еще в декабре. И два верхних этажа в студенное зимнее время стояли пустые. Туда, снизу, бегали справлять.